Имея не ценим, потерявши плачем. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня у нас с вами пятница. Это говорит о том, что мы продолжаем с вами разбирать книгу Алексея Филатова «Ловушки иллюзии мозга». И сегодня у нас очень интересная глава, интересное когнитивное искажение. Называется оно «Принцип контраста». На самом деле над этим принципом я очень часто размышлял. И размышления у меня пришли из желания поменять автомобиль. Это не сегодняшнее желание, я говорю в целом. Как-то раз ко мне подходит один знакомый и говорит, Андрей, что ты машину не поменяешь? Есть же возможность, да? Возьми поменяй. И я задумался, а правда, а почему я езжу на этой машине уже 4 года? Может быть мне в действительности стоит поменять? И впоследствии вот ехал и размышлял, а что побуждает меня на самом деле поменять этот автомобиль? Ведь он же ездит довольно-таки неплохо, не ломается. Ну, расходники мы не берем, расходники они у любой машины, так сказать, необходимо их менять. Но сам вопрос заключался в том, что почему мы вообще, поездив в какой-то небольшой период времени на автомобиле, имеем желание все-таки приобрести какой-то другой, что-то новенькое. И я пришел к такому умозаключению. Когда мы долгий период времени пользуемся какой-то вещью, то наш глаз просто-напросто перестает видеть те прекрасности, которые мы видели, когда приобретали этот автомобиль. Нам нужно что-то новенькое. Мы сравниваем с чем-то иным. Казалось бы, но ведь другой автомобиль, он будет абсолютно с такими же функциями. Он точно так же будет меня возить. Но да, но он будет уже новый. И люди будут уже видеть, насколько я преуспеваю, что могу себе позволить купить новый автомобиль. И вот теперь у меня получается такой вопрос. Мы в действительности что хотим сделать? Мы хотим удовлетворить необходимую потребность? У нас нет автомобиля, и мы его хотим купить. Или все-таки мы хотим привлечь человеческое внимание и потешить свое собственное эго? И потешить свой взгляд, что вот, мы приобрели новый автомобиль, у него новый дизайн, у него другие сидения, у него другая коробка автомат. То есть получается, что мы все, что мы приобретаем, мы постоянно сравниваем с чем-то с тем, что имели до этого. И вот здесь такой интересный момент получается. Я еще задумывался. Не важно, купили мы новые ботинки, новый телефон, новую машину. У нас вот эта эйфория радости от того, что мы себя побаловали, она проходит всего лишь навсего какой-то короткий период времени. Ну допустим, если мы говорим о ботинках, но через 2-3 недели мы уже забываем о том, что они новые. Давайте вспомним, когда мы купили новую обувь, мы за ней постоянно следим, мы ее вытираем. Она у нас на контрасте отличается от нашей старой обуви. Мы ее холим, мы ее лелеем. Но как только пару-тройку недель мы походили, мы привыкли к этой обуви, мы с ней уже слились. Все, она у нас начинает вставать в полку со всеми, как обычно. Покупаем автомобиль. Хорошо, это более такой весомая такая покупка. Чувство вот этой радости, оно длится немного больше, чем от купленных кроссовок. Мы садимся, вот этот запах нового автомобиля. Здесь все не так. Мы пока привыкаем, а что это за кнопка, а что та за кнопка. Пока мы входим в привычку пользоваться этим автомобилем на автомате, не задумываясь. То есть сел в автомобиль, нажал на кнопку и у тебя все работает. Как только вот это новшество проходит, как только мы все выучили, как только мы понимаем, куда и как нужно нажимать, вот это чувство эйфории потихоньку начинает пропадать. Очень часто, когда люди приходят ко мне на консультацию, они мне говорят такой интересный вопрос. Бывают семейные консультации, муж с женой поругались, они не могут найти никак точки соприкосновения. И очень часто я слышу, как от одной стороны, так и от второй. Я когда с ним знакомился, либо знакомилась, с ней знакомился, либо с ним знакомилась, он был не такой. А сейчас получается он вот такой. И опять же смотрите, принцип контраста. Когда мы знакомимся с человеком, человек что нам показывает? Только все свои положительные качества. Ничего плохого он не показывает. И вот именно на эти положительные качества мы с вами клюем. А впоследствии, когда начинаем более ближе знакомиться с человеком, то мы видим другие его стороны. И вот у нас опять получается чувство контраста. Девушки особенно говорят, когда он за мной ухаживал, он дарил мне цветы, дарил разного рода подарки. Вот теперь мы уже третий год живем вместе. И вы знаете, за три года он подарил мне три букета цветов. То есть опять принцип контраста. И смотрите, и именно вот этот принцип контраста начинает закрадывать нам такого жужжащего червячка нам в мозг, который начинает нас кушать, кушать, кушать и кушать потихонечку. И вместо того, чтобы задуматься, почему так получается, из-за чего я переживаю на самом деле, нет, мы попадаемся на уловки этого грызущего червяка наш мозг. Ну и естественно выплескиваем энергию свою в виде негатива. И таким образом обижаем наших близких людей. Какой вывод я здесь сделал? Когда мы имеем желание что-то сравнивать, для того, чтобы приобрести себе, нужно сначала задуматься. Вот я хочу приобрести новую машину, новый телефон, новые ботинки, потому что мне действительно это необходимо. Старое сломалось, порвалось. Или все-таки я сейчас попадаю под это когнитивное искажение принцип контраста, что вот это старое, а хочется уже новое. И вы знаете, когда я стал пользоваться таким вопросом в свой собственный адрес, я увидел, что огромное количество вещей и каких-то новшеств просто для меня не нужны. И благодаря этому принципу я действительно сэкономил большое количество времени, большое количество денег и вообще просто-напросто перестал расстраиваться по тому поводу, что у Васи лучше, чем у меня. Если вы кто-нибудь увидели себя, когда я рассказывал про отношения семейных пар и о том, что вот нам все приелось и начинают рушиться, происходить какие-то ссоры на работе с руководителем, с подчиненными и Вы не знаете, как этот вопрос решить, приходите ко мне на бесплатную диагностику, посмотрим, чем я смогу быть Вам полезен. А на сегодня все. С Вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров и решений конфликтов. Спасибо Вам, дорогие мои подписчики, что Вы меня смотрите. Это действительно меня бодрит. И вот этот принцип контраста работает, что где меня не смотрят, а где смотрят. За это Вам отдельная благодарность. Подписывайтесь на мои дополнительные социальные сети, ссылку оставлю ниже в комментарии. Ставьте лайки, пишите комментарии, я с огромным удовольствием их читаю и отвечаю. Задавайте интересующие Вас вопросы, а самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok